Повез, накормил за свой счет, они говорят, да, о, нет, не надо, говорят. Как родные все равно, нет никакого какого-то враждебного отношения. Пусть приезжают, я лично рада сама. Наблюдается злость у некоторых казахстанцев. И вот пограничники российские просто их завернули, сказали, вы, ребята, должны служить Родине. Ну я вообще не позавидую ребятам, которые оказались в такой ситуации. Ну представьте, молодые пацаны, которые родились при Путине, и они не хотят умирать при Путине. Не от хорошей жизни они сюда приезжают, парни молодые. Страдает и с той стороны, и с этой стороны страдает просто мирное население. Мы как бы соседи, дружные народы, братья, можно сказать. И у нас в Казахстане, я сам проживаю в Кустанаве, у нас большинство в Кустанаве, много населения проживает русской жизни, то есть русских. И поэтому мы, и сколько я живу за 40 лет мне на сегодняшний день, мы никогда не разделяли, ты русский, либо ты казах. По поводу того, что сейчас они приезжают, я отношусь к этому полностью положительно. То есть у каждого свое мнение, и виды происходящие сейчас на Украине, в России, что там творится. А то, что повод сам, что из-за мобилизации они, можно сказать, убегают от призыва в армию. Как к этому относитесь? Что это не гостеприимные или туристические цели посетить и увидеть Казахстан? Нет, я тоже отношусь, потому что каждый хочет жить. Это во-первых. Я бы не понял их в том случае, если бы к ним домой пришли, и они убегали бы. То есть я не считаю, что это бегством и побегом откуда. Они просто хотят жить дальше. Я считаю это нормальным, если они уезжают в другую страну, чтобы дальше продолжать жить. И не участвовать в каких-то мероприятиях, от которых им пользы не будет. Даже вот недавно случай был, когда я находился в ресторане, не в ресторане, в кафе. И там молодая семья с Москвы, они мне объяснили, что, рассказали, что приехали. Я как бы просто посмотрел, они с детьми, и мне стало их как бы жалко. Я их повез, накормил за свой счет. Они говорят, да, не надо, не обязательно этого делать. Я говорю, давайте я вас угощу. Потом помог им найти квартиру, где хозяйка попросила 25 тысяч за сутки. Я снизил им до 12 тысяч, переговорил, как сказал, как бы, свои знакомые, мы казахи все тут. И помог им снять квартиру, то есть в таком плане. В тот момент, когда вот эта мобилизация произошла, в тот момент и многие студенты искали квартиры, понимаете, у нас все. Потому что учеба началась, кто-то не успел снять, кто-то временно, кто-то искал. Поэтому у меня сама дочка, самого дочка учится на первом курсе. И как бы стало... Нет злости на это? Нет, злости на русский как-то. Нет, 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 абсолютно нет злости. В основном больше злости становится на наших. Почему так? На Казаха взгляд, не боюсь. Почему они, ну, начали... И, как бы, они подняли цену. Наши же начали поднимать в пользу наживы. Но я могу что сказать на примерах. То есть, не обязательно ты там... Казах поднял цены. Тот же русский сам, он и поднял своим же русским цену. Поэтому здесь... И поэтому я говорю, у нас нету здесь... Ты казах, русский, поэтому... На продукты как-то изменилось ценники у вас? Вот из-за всей ситуации. Нет? Нет, на продукты я... Я сам в магазин не хожу, но поэтому... Если бы на продукты изменились бы цены, мне бы жена об этом сообщила бы. И я бы почувствовал бы это по карману. Поэтому на продукты нет. Единственное, что вот на жилье, передвижение, транспорт, там, такси-макси, вот в таком случае. Ну, в этом направлении. А на продукты и на остальном быту ничего не изменилось. Мы гостеприимные. Приезжайте, пожалуйста. Не важно, где ты живешь. В России, в Казахстане, в Узбекистане и так далее. В любой точке. У нас один дом, это планета Земля. Я думаю, что мы не должны делить. Ты там живешь, ты здесь живешь. Поэтому, если тебе сегодня плохо, я открою свои двери для тебя. И завтра мне будет плохо. Я надеюсь, ты откроешь свои двери для меня. Поэтому здесь мы должны быть готовы к любым ситуациям. Поэтому если мы будем друг другу открыты, то я думаю, что у нас никакие там изменения политические и так далее, они нас не будут затрагивать. Если мы будем вместе, это будет сила, мне кажется. Очень положительное отношение. То, что едут, это правильно. Ну, как, ну, в плане правильно, что мы не против. Наоборот, стараемся помочь. Если видим, наоборот, такое положительное отношение. И это наши соседи. Как родные все равно. Нет никакого какого-то враждебного отношения. Или, там, осуждения. Вообще, ни капельки. Кто-то считает, что для семьи, ну, как, ему нужно уехать как-то, чего-то переждать. Поэтому, я думаю, каждый человек сам решает. И я уважаю решение каждого. Сцены выросли. И даже наших местных, как бы, выселяют, чтобы подороже... Ну, как бы, в этом есть такое возмущение. На них нет, на них нет. Нет, я думаю, это больше на людей, которые хотят на этом нажиться, наверное, и все. Приезжайте. Казахи, казахстанцы. Очень гостеприимные, добрые. Поэтому мы всем рады. Не только русским всем. Я ничего не имею против, как сказать, они, как и люди, как и мы, я рада за них. Да, минусы есть, но мне кажется, это дело не в этом. Ну, не в вас, я имела в виду, а насчет казахов. Они думают, больше зарабатывают на этом и, как сказать, поэтому поднимают жилье. Пусть приезжают, мы, я лично рада сама. Ничего проще имею насчет этого, как сказать, нас больше станет. Мне кажется, они тоже не виноваты, что у них такие ситуации были. И они без исходства избегают из своей страны. И, как сказать, им, мне кажется, так легче, и они избегают. Без исходства, мне кажется. Ну, я жила в России, в Москве, в земле. У меня есть с чем сравнивать. Я примерно понимаю, как россияне немножко в недоумении, в шоке от этой ситуации. Ну, во-первых, я всегда была против войны. Война – это плохо. Тем более в наше время, когда пацифистически настроены общества в целом во всем мире. И эта ситуация с мобилизацией... Конечно же, в России никто не был готов воевать. И не только в России. Думающие люди, они, в принципе, своей ногой приголосовали против войны. Я думаю, что эта ситуация временная, потому что многие россияне всегда в Казахстане рассматривают как перевалочный полк. Все-таки и не так уж... На первый взгляд, кажется, что здесь остаться легче. Но на самом деле, в последнее время миграционная политика стала немножко жестче. В этом плане, что, типа, визу здесь получить россиянам сложно стало на другие страны. Потому что нужно прожить тут три месяца. А три месяца здесь прожить – это нужно иметь какие-то ресурсы, найти работу. То есть, с этим сложно? Сложнее, да? Стало очень. Ну, стало сложнее, да. Просто я знаю, что такое быть мигрантом. Я знаю, что такое искать работу за границей. Я знаю, что такое проблема регистрации. Ну, что нужно там какие-то сроки, укладываться в какие-то сроки. Мы сейчас про жизнь в России, когда были в Москве. Да, когда я уже жила в Москве, да, у меня были проблемы с регистрацией, там, сроки, что нужно где-то отсчитываться, где-то записываться, где-то укладываться в сроки. Там, год регистрации, там, и так далее, и так далее. Мне было легче, потому что я ездила и поехала в Москву добровольно. Я не бежала ниоткуда. А тут ситуация так складывается, что, в принципе, врагу не пожелаешь. Бежать, оставив все, всю свою жизнь, и убежать с двумя чемоданами, с детьми – это очень сложно. И у меня нет такого чувства злорадства. Это не приведи Господь никому. Была какая-то у вас, если честно, может, небольшая дискриминация по отношению к вам в России? Возможно, было, но в лице никто не говорил. Как думаете, здесь, в Казахстане, можно дискриминация к русскому? Я думаю, вы должны быть готовы к этому. Потому что здесь население социального расслояния очень сильное. Северяне более-менее терпимее к соседям с севера. А юг немножко настроено критично. Немножко… Это вы заметите? Это в Алматы надо ехать. В Алматы много не ежан, кстати. Это нужно лучше где-то на северных широтах. Высшие Караганды. Северные Караганды. Как-то более-менее сольетесь с местными русскими. Русским детям в школе всегда учили, вбивали в голову, что русские не хотят войны. Русские ни на кого не нападали. И это все въелось в их голову, что… Типа, сейчас матери не отправляют своих детей, не отпускают, не хотят отпускать, потому что они говорят, а кто на нас нападал? Мы не хотим первые кидать, то есть своих детей отправлять на эту мясорубку, что типа мы ни от кого не защищаемся, что-то в этом вроде. Но иметь в виду тут не на нас нападают, то есть не на Россию нападают, а мы нападаем. И ради чего? То есть цена еще, видимо, не так определена была. Я думаю, все люди, которые снимают сейчас квартиры, немножко напряглись, потому что есть люди из-за того, что их просто выпрут и заселят более высокоплачиваемых, высоко… ну, короче, русских из России. Ну, я думаю, что это… многие арендодатели понимают, что это временное, что сегодня они приехали, завтра уедут. То есть это все как бы… эта ситуация все временная. Ну, и казахи на улице тоже, получается, это временное? Казахи на улице? То есть казахи что должны потерпеть, которых выпинают из квартиры, селят русские? Вот спросите у тех казах, которых вы селили. Нет злости на русских из-за этого, то, что поднимаются из-за этого цены и сложнее, например, местным жителям? У меня лично нет. Приезжайте сюда, но мы, конечно, всегда открыты. Но в чужой монастырь со своими законами, пожалуйста, не идите. Многие мои друзья тоже приняли решение уехать из России. Кто куда, кто в Турцию, кто в Казахстан, кто в Грузию. Вот мои друзья, знакомые, они тоже пытались въехать в Казахстан, но что-то там не получилось, так как парень был в списке. И вот пограничники российские просто их завернули, сказали, вы, ребята, должны служить в Родине. И не выпустили. Прямо на границе. Прямо на границе не выпустили. Сколько дней уже ждали? Пару дней, по-моему, где-то сутки были. И их завернули на границе. Да, потому что он оказался в списке. Что я с этим… Он просто недавно служил, поэтому… Что с этими людьми дальше происходит? Я даже не знаю, не представляю. У них связь распала с вами? Нет. Мы поддерживаем связь. Да, они рассказывают о своих переживаниях, как они, как дальше, куда деться, что делать, где прятаться. В принципе, в просторах России, куда в Сибирь, в тайгу. Сложно переживаются. Я просто за них, кулачками, просто… Я им помогала, советовала, как пересечь границу, где найти жилье, как там обзавестись тут жильем. Карты, сим-карты, куда идти, какие могут быть проблемы здесь в будущем. То есть они, конечно, благодарны были за готовность помочь, если бы они пересекли, конечно. Я по жизни просто оптимист, стараюсь думать о хорошем только. Поэтому думаю, что где-то через годик станет намного легче. И мы об этом будем вспоминать со слезами на глазах. Либо будем говорить, что, представляете, мы в 22-м году боялись мобилизации, а сейчас мы не можем отфильтровать воду от ядерных отходов, что нужно выходить на улицу только в масках, респираторах, чтобы не заразиться ядерной зимой. Уж лучше бы карантин, да, чем этот, эта мобилизация. Да, надеемся, будет все хорошо. Поначалу я отнеслась нейтрально, но сейчас, конечно, думаю, что в этом их вины нет, потому что им тоже нужно спасаться, им тоже нужно жить. Я думаю, что это вполне нормально, это инстинкт самосохранения. Но, конечно, жаль, что многие казахстанцы не понимают этого. И, наоборот, заушают цены на квартиры, из-за этого страдают обычные казахи тоже. Ну, это, конечно, грустно. Но я думаю, что то, что они убегают, это может стать хорошей причиной, ну, чтобы остановить войну. Ну, вполне сейчас я отношусь вполне даже позитивно. Можете зайти в любое приложение, где арендуют квартиры, где зают. Поэтому наших родственников тоже выселяют из квартиры. Ну, это понятно, потому что всем хочется жить, все хотят на этом заработать, и поэтому вот. Злости нет на русских из-за этого. Лично у меня нет, но наблюдается. Наблюдается злость у некоторых казахстанцев. Места всем хватит. Приезжайте, если вам грозит опасность. Но, пожалуйста, в человеке должен быть патриотизм. Потому что, ну, вы родились тут, выросли тут, ну, как можно просто взять и уйти из страны? Ну, это, конечно, ненормально. Поэтому, если в Казахстане, не дай бог, что-то такое произойдет, то, конечно, я бы не смогла простить наших парней, мужчин, за то, что они покинули нашу страну и убежали, конечно же. Но, да. Ты понимаешь, как это выглядит? Если бы вы, например, напали на Киргизию, и ваших братьев, твоего отца сказали, едь на войну, ты такая, зачем едешь? Ой, зачем ты уезжаешь из Казахстана? Едь на войну, убивай киргизов. Нет, нет, нет. Ты про это? В этом случае нет. Так, ситуация-то такая? Нет, если мы будем жертвами, они... Защищаться. Да. А нападающими нет, конечно. Ну, Россия-то напала, украинцы защищаются? Не знаю. Ну, я просто всем доброжелательно отношусь, поэтому... Ну, вообще, хоть хотелось бы, чтобы кровопролития не было. Лично мое мнение, ну, я вообще не позавидую ребятам, которые оказались в такой ситуации. Блин, это немножко даже страшно подумать, то, что они сейчас переживают. Жили себе спокойно, работали, а тут вас объявляют мобилизацию, идти воевать. То есть, сейчас, в 21 веке немножко, это о войне страшно подумать, конечно. А тут еще есть действия. Так патриотизм. Надо защищать родину. Ну, немножко, знаете, нам по духу, да, и Россия, и Украина, они, как бы, наши соседи, наши близкие для нас, как бы, государство. И, вообще, я сам очень, в первые дни очень сильно переживал за, вообще, за конфликт, за Украину, в первую очередь. Вот. А то, что сейчас российские, россияне приезжают массово сюда, ну, я думаю, что Казахстан, казахи должны гостеприимно встречать то, что мы делаем сейчас. Бывает, тоже спрашивают помощи, да, без проблем. Подсказываем, помогаем тем, что сможем, потому что, ну, не позавидуем в ихней ситуации, то есть, сам я, конечно, мир, поддерживаю мир во всем мире, но, в принципе, я думаю, что я сам лично поддерживаю то, что нельзя осуждать, я не знаю, как мы поступили в новом. То есть, автостан, конечно, мы, короче, за мирное небо. Я, скажу, хочу сказать именно россиянам, которые приехали в Казахстан, добро пожаловать в Казахстан, вот, наш символ Байтирек. Но есть одно но, надо всегда соблюдать правила, традиции именно к странам, куда вы приехали, уважать, и тогда, думаю, все будет отлично. Мы, как бы, многонациональная страна, и всегда радуйтесь. Думаю, есть и очень много порядочных людей, которые, как бы, не против войны, и поэтому я им добро пожаловать, а за это патриоты, не знаю, для них есть отличная возможность проявить себя в деле. Я думаю, что мир без войны на мой пол лучше, чем такая вот ситуация. По поводу жилья, да, я сейчас на себя ощущаю информационную больше нагрузку, как в социальных сетях есть видео, где жильцы прям поднимают цену с этим, и там выцеляют граждан РК, которые там, студентов также. Им, конечно, не позавидую, и хотел бы обратиться к арендаторам, ой, арендодателям, которые встают, ну, надо всегда относиться по-человечески, в первую очередь. Именно я себя ощущаю, о себе санкции, которые применяют, наверное, в отношении к России. Сейчас Тугис не работает у меня, а я привык пользоваться этим предложением. Сейчас вот немножко сложности, да, вот такие моменты. В целом, прям пока таких ощущений нет. Это время, ну, пройдет, как страшный сон. Очень надеюсь, как-то мы проснемся, и будет мир. И, конечно же, в Казахстане у нас, ну, мы, гостеприимный народ, как-то, и в общем, все знают. И мы, как бы, всегда рады гостям. Главное, будьте вежливы, будьте там, на Казахстане даже можете говорить. Это очень приятно для местных жителей, то есть это везде всегда работает. И тут, как бы, если вы хотите, конечно же, приезжайте. В целом, ну, если только с добрыми намеренными, тогда, конечно. Казахский народ очень доброжелательный. И места, как говорится, всем хватит здесь у нас. Территория очень большая. Самое главное, все зависит от самих приезжих людей, чтобы они приезжали к нам с открытой душой. Вот. И, как говорится, есть такая пословица, не лезь в чужой монастырь со своими уставом. Поэтому здесь, у нас есть свой уклад жизни, свой устав. Поэтому не надо здесь ничего такое, как говорится, негатив какой-то запускать. Мы люди доброжелательные. Мы очень рады всем. Так что добро пожаловать. Ну, представьте, молодые пацаны, которые родились при Путине, и они не хотят умирать при Путине. Они хотят еще пожить на этой земле. Что-то сделать, я не знаю, для страны. Ну, раз такое положение, ну, давайте жить мирно, дружно. Что, блин, России места не хватает? Мы же живем уже в 21 веке, нам же, наоборот, интересно. Съездить в ту же Украину, ту же, там, я не знаю, в Грузию, да? Тот же Казахстан поехать, еще куда-то, культуру узнать, я не знаю, пообщаться, кухню там, покушать их какую-то вкусную. Вообще, я не знаю, в общем, я против этого. Вот и все. Не от хорошей жизни они сюда приезжают, парни молодые. Кто-то не поддерживает там, как отношение к людям только одного человека. Это как его интерес, его амбиции. Мы это все понимаем, тоже поле это читаем, все смотрим, все видим. Поэтому только положительно относимся. Молодые парни, все будущее у них впереди. Поэтому им надо, как, искать, где лучше. Там будущего пока ничего они не видят, будущем ничего. Поэтому они сюда только положительно, конечно. Мое мнение лично, что кто вот сюда приезжает, они правильно, это правильный выбор. Потому что непонятно, какая война и что за война. Этого никто не понимает. Кто-то Украину поддерживает, кто-то Россию. Но это только, ну, как бы парни это правильно делают. Потому что кто-то единственный сын матери, кто-то кормилец. Кормить детей надо. Это не та мировая война, как вот Первая мировая война. Это уже был другой вопрос. А здесь, мне кажется, это правильный выбор, правильно сделали, что они уезжают из страны. Я поддерживаю молодежь только за мир. А что там творится? Сейчас информационная война, этого никто не знает. Конечно, мы Путина не поддерживаем. Вообще не поддерживаем. Ни на один процент. Обстановка очень сложная. Где-то в какой-то части, конечно, поднимают этих молодых людей, которые сбегают вынужденную мобилизацию и которые не согласны с политикой в Российской Федерации. В какой-то степени этих людей понимаю. И, может быть, они просто вынуждены собраться в один какой-то момент и уехать из страны, поломав какую-то обычную ситуацию, обычно налаженный ритм жизни свой уже. Где-то он, наверное, устоявшийся. С другой стороны, у нас теперь ситуация не очень стабильная. В том же отношении аренды недвижимости, жилья, это очень часто. Многие жители столицы, многие жители приграничных городов очень страдают местные казахстанцы, потому что положение очень нестабильное и очень серьезное. Сейчас я в шоке от того, что там творится в Украине, потому что страдает и с той стороны, и с этой стороны страдает просто мирное население. Страдают те же военнослужащие, которые вынуждены исполнять свой доктор. Поэтому есть сострадание и к той стороне, и к этой стороне. Когда весь народ выйдет, всех невозможно послезать. Я лично сам подразделяю всех на приехавших на три категории, возможно. Интересно. Первый – это те, которые после начала войны приехали. Это в феврале, в конце февраля, в начале марта. Ну, скажем так, идейные. Вторая группа, я так предполагаю, что это, наверное, основная масса, которые вот сейчас начали приезжать. Это те, которые просто бегут от войны. Ну, чтобы не быть убитыми. Нормальное, как бы, человеческое желание. Поэтому... Вот третья группа, скорее всего, есть те, которые, несмотря на то, что приехали в чужую страну, все равно не забыли про ту пропаганду, идеологию, которую им вбивали там в течение 20 лет. Я знаю, начиная там, уропатриотические вещи. Там сначала войны, там... Сначала в Грузии, когда Россия напала на Грузию. Отобрала территории процентов 20-25. Потом 14-й год, Крым. Ура, ура! Россия великая держава! Мы всех победим! Всем этим пиндосам покажем! На Берлин и так далее. Ну, потом, естественно, самое кровавое, которое сейчас президент России затеял вместе со своей кликой и так далее. Я думаю, что такие тоже есть, которые поддерживают, но просто боятся и убежали просто. Хотя были на словах, там, или в душе, там, в сердце, за этот... футверизм. Я так назову. К ним, конечно, очень негативные отношения. Если они здесь будут со своими зеттами ходить или кричать, что мы великие, мы всех этот... Я к этим очень негативно отношусь. Пусть просто блюдут законы, уважают местную культуру и не лезут, ну, со своими, скажем так, непонятными вещами, там, другим, окружающим. Молодцы есть те, которые не стали поднимать цены на свои квартиры, которые они сдают. Оставили прежнюю цену, притом сказали, без проблем, мы вас выгонять не будем ни в коем случае. Мы свои. Никаким там за высокую цену просто так сдавать не будем. Мы не поведем с ней. Такие тоже есть. Я их... Я их очень сильно зауважал. Большинство народов, конечно, поддерживают Украину. Даже в том плане, что не просто Украину поддерживают, а просто понимают всю ту опасность, которая грозит и нашей Родине. В этом плане, да, поддерживают Украину. Большинство. Насколько я знаю, среди моих знакомых, окружения, там, друзей и т.д. Но есть, конечно, такие, которые, скажем так, промытые, ну, недумающие, которые, не знаю, там, не анализируют ничего абсолютно. А про какую опасность вы говорите? Про то, что, естественно, вы же сами знаете, вы же в России, правильно? В Родном, да? Да. Вы, наверное, слышали или не слышали, как ваши депутаты, большая часть депутатов, большая часть экспертов, политологов, говорят, вот, Казахстан, это несостоявшееся государство, это подарок от нас, от россиян, от Российской империи, потом Советского Союза, казахи вообще кочевники, они вообще никто. Разве вы не слышали, живя в России, про наезды на Казахстан? А-а, честно. Видимо, не интересовались, да? Честно, нет. А мы это очень внимательно слушаем, слышим, очень хорошо слышим и понимаем, что если бы Украина проиграла бы в течение, там, двух-трех дней, или, там, двух-трех недель, или месяца, то следующая была бы, наверное, наверное, на мой взгляд, Молдова, потом, может быть, Гурджистан, или Грузия, по-русски, может быть, и мы, не было бы гарантии. Поэтому украинцев, вот, я лично, и мои друзья, моя семья, окружение очень горячо поддержим, и будем поддерживать. Та пропаганда, которая действовала на протяжении многих лет, двух десятилетий, как минимум, она так промыла мозги, что это очень стало сильно похоже на Германию, там, тридцатых годов. Идеология фашистская абсолютно. Убивать украинцев, кричат нас по всем федеральным каналам, да? Я иногда специально смотрю, для того, чтобы понимать, до чего все это дошло, до какого дна упало. А потом вижу, там дна они не достигают, они не достигают, каждый раз снизу стучат. Поэтому идеология, пропаганда, вот это вот. Надо заниматься своей страной, своими проблемами, а их, я думаю, в России не меньше, чем в любой другой стране. Заниматься нужно своей страной. И не лезть в чужие, в соседние страны, которые, ну, в военном отношении гораздо слабее, в экономическом отношении слабее. Не надо нас учить жить, мы сами как-нибудь правильно живем, неправильно живем, но это наша страна, наша жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова